Итоги уходящего четверга Какие стояли задачи? Нежданно-негаданно на Арджиникидзе вспыхнула постройка. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности. Есть ли жертвы? В семейном кругу Минздрав призывает белорусов отказаться от новогодних корпоративов. В ближайшие несколько месяцев придется соблюдать такой строгий профилактический режим. Какие еще рекомендации? А также «Высокий гость», «Антиковидная справка» и «Вифилиемский огонь». В Беларусь прибыл символ Рождества, куда лампаду доставят первый. День Дэй в Беларуси завершился первый этап командно-штабных учений белорусской армии. Главный упор сделан на территориальные войска. В Бобруйске был создан стрелковый батальон. Венцом боевой тренировки стала трехдневная активная фаза. Все подробности прямо сейчас. Указанная категория должностных лиц в количестве 23 человек для проведения сборов по вопросам территориальной обороны собрана. Военный комиссар Могилевской области, полковник Горошко. Ваши офицеры. В зале Дворца искусства руководящие лица городских и районных исполнительных комитетов. Дресс-код, одежда в стиле милитари. 17 декабря. День Дэй. В 10 утра начинается завершающая фаза первого этапа командно-штабных учений белорусской армии. В центре внимания территориальные войска. После обсуждения плана действий руководящая группа направляется в пункт управления без сопровождения видеокамер. Военная тайна. Товарищ председатель областного исполнительного комитета, товарищ генерал. Управление внутренних дел организовано в рамках учения территориальной обороны, работа контрольно-пропускного пункта, докладывает полковник Голков. Девай, желаю. Этапу командно-штабного учения, которое завершается сегодня, предшествовал довольно-таки длительный подготовительный период. Начался он с призыва военнообязанных, постановки их в строй, приведения к присяге лиц, не принимавших ее районами территориальной обороны. Были получены все необходимые материальные средства, вооружения, боеприпасы. Проведено слаживание штабов районов, боевое слаживание подразделений территориальных войск. По замыслу учений на территории Бобруйского района оборудован КПП. Состоит он из инженерно-технических сооружений. Главная задача – контроль за передвижением транспортных средств в район территориальной обороны. Прибывает первая машина. С помощью спецсредств проверяется автомобиль. Все чисто, может проезжать. Второе авто. Ситуация противоположная. Противник пытается проникнуть на объект. Начинается задержание. Поехали! Поехали! Тем временем вторая группа проникает со стороны леса. Завязывается перестрелка. Территориальные войска – это симбиоз правоохранительных и военных органов, плюс министерство по чрезвычайным ситуациям и медицинские службы. Без раненых на войне не обходится, без пожаров и поджогов тоже. Но и это еще не конец. Диверсионно-разведывательная группа выходит из лесополосы на открытую местность. На пути у них засада – стрелковый батальон территориальных войск. Задача одна – уничтожить противника. Задача выполнена. Далее работает Следственный комитет. Они уже и находят ответы на все вопросы. Данное учение показало способность сил территориальной обороны выполнять поставленные задачи. Считаю, что цели учения достигнуты. Мы получили, мы и прежде всего руководители местных исполнительных органов получили достаточную практику для выполнения задач территориальной обороны в любых условиях обстановки. Хотелось бы, чтобы мы практически это никогда не применяли в нашей поколенной жизни. Обеспечивали стабильность развития наших регионов, Нагилевской области, Республики Беларусь. Всегда порох держали сухим, но были всегда готовы защитить свою землю, свою родину. Это народное спасибо за это. Суть проверки – оценить, насколько на местах готовы выполнять учебно-боевые задачи. Личный состав отработал охрану важных объектов, борьбу с незаконными вооруженными формированиями и обеспечение режима военного положения. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 145 397 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 167 731 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 688 179 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Ведомство рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. Этот праздник медики настоятельно призывают провести в небольшом семейном кругу, при этом ограничить посещение пожилых родственников, особенно тех, у кого есть хронические заболевания. Минздрав также обращается и к родителям. В 2020-м утренники рекомендуется провести без присутствия мам и пап. Как альтернатива, возможно, снять видеоматериал, как сами воспитатели, и потом вам выложат где-то в чаты, чтобы вы могли посмотреть, как детки праздновали утренники в своих детских коллективах. Поэтому еще раз напоминаем о том, что использование масок не более двух часов при посещении торговых центров, объектов общепита. Старайтесь избегать людных мест и все-таки продумать свои покупки заранее, чтобы не создавать столпотворения. Дистанцироваться там, где это возможно, не менее метра-полутора. Использовать все-таки гигиенические средства защиты рук, антисептики, которые сейчас есть практически на каждом шагу в любом торговом центре, во всех учреждениях и ведомствах. Ну, в ближайшие несколько месяцев придется соблюдать такой строгий профилактический режим. Врачи также отмечают рост повторных случаев заражения коронавирусом. Медработники призывают даже те, кто переболел, носить маски. Если в первый раз заражение протекало бессимптомно, то во второй зачастую наблюдается противоположная картина. Отрицательный тест, приезд архиепископа и профилактика ДТП. Госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения. Под каким девизом? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко принял архиепископа Клаудио Гуджироти, главу Ватиканской депмиссии в Великобритании. В Минск он приехал в статусе спецпосланника Папы Римского Франциска. К слову, Гуджироти многое связывает с синякой. Более трех лет архиепископ занимал пост апостольского нунция в Беларуси. Затем получил назначение сначала в Украине, а после в Великобритании. За время работы Гуджироти на посту главы депмиссии в Беларуси состоялся визит Александра Лукашенко в Ватикан, а в Минске появилось новое здание нунциатуры. Россияне, которые прилетают в Беларусь, должны будут иметь антиковидную справку. Документ будут проверять при посадке в Минске. В случае необходимости выдадут лист с требованием самоизолироваться. Сейчас с россиянам, прилетающим рейсами из Москвы в Минск, не нужно предоставлять документ. Но со вступлением в силу нового постановления Совмина о временном закрытии наземных границ, с 21 декабря такая справка для граждан РФ обязательно. В Беларусь прибыл символ Рождества – Вифлеемский огонь. Лампаду, зажженную у гроба Господня, доставят в кафедральный костел Гродно. После праздничного богослужения каждый желающий сможет зажечь от нее свечу и принести домой. Ежегодно акция передачи огня объединяет множество людей в разных странах по всему миру. Пламя, которое символизирует рождение спасителя, а также покой, надежду и единство зажигается в Вифлееме, а потом передается через скаутскую эстафету в различные страны Европы и Америки. В стране пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию нет, позвони 102». Он направлен на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года госавтоинспекции Могилевской области задержано 2386 водителей под градусом, из них 108 – за повторную пьяную поездку. На усиленный контроль сотрудники ГАИ перейдут в пятницу. «Белавия» продлила предстановку рейсов во все аэропорты России, кроме Домодедова, по 31 января. Также самолеты не летают в Таллинн, Ашхабад и Ригу. До 27 марта не будут выполняться авиарейсы в Будапешт и Алматы. Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта в кассах компании или в службе поддержки. Стали очистим происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобрусь-360» готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Аварийный перекресток на пересечении Пушкина и Карла Лифникта не разъехались и на марке. ДТП произошло сегодня днем. Дорогу не поделили немец и кореец. В результате аварии Киа сравнялся с домом, неподалеку припарковался и Фольксваген. В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ. Еще одно дорожно-транспортное произошло накануне утром. На «Энергетика» водитель Рено не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб. В результате ДТП травму получили двое пассажиров 28 и 30 лет. Накануне днем на Джаникидзе случился пожар. О ЧП сообщила соседка Пагорельцев. Когда на место прибыли спасатели, полыхала крыша пристройки жилого дома. А хозяйка в этот момент находилась на улице. Пламя повредило имущество и два квадратных метра крыши котельной. Работниками МЧС спасен дом. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве эксплуатации котла топительного на твердом виде топлива. Спасатели напоминают, это причина самой распространенной в отопительный сезон. Чаще всего пожары происходят из-за трещин в кирпичной кладке. Перекала печей и использование для растопки горючек и легко воспламеняющихся жидкостей, а также выпадения из топки горящих углей. Новый год в своей квартире. В столичном комплексе Минскворд высокие темпы строительства и лучшие условия для покупки. Покупатели, остановившие свой выбор на этом премиальном комплексе, не прогадали. Для них застройщик устроил настоящий новогодний подарок – большое количество сданных эксплуатаций у жилых домов. Строители Минскворд не знают выходных. А гигантскую стройку на месте аэропорта Минск-1 назвали самым масштабным жилым комплексом Европы. В ноябре сдан в эксплуатацию дом Джакарта в квартале Азия. Рядом Нью-Дели. В нем, в отличие от Джакарты, еще есть свободные квартиры. Сдача дома Гонконг в ближайшее время. Получили ключи и начали ремонты жители квартала мировых танцев. Сданы дома вальс, танго, твист. Это наше. Где будем уют, где мебель поставить. У нас уже придуманы планировки, где поставим мебель, где у нас будет кухня, где мы будем пить с моей соседкой Ольгой чай. На очереди дом Чарльстон. Это танец, шагнувший в мир с Бродвея. Собственников квартир пригласят осмотреть свои владения на днях. В квартале Африка сдан дом Кейптаун. Он рядом с будущим городским парком, который будет разбит в комплексе Минск-Уорлд. В этом доме еще есть квартиры в продаже. Завершен дом Александрей, и в нем тоже еще есть несколько свободных квартир. Завершаются работы в домах квартала Северная Америка. Ванкувер, Квебек сданы, а приемка жителями намечена на ближайшие дни. Завершается возведение домов Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Во дворах этого квартала уже обустроен теннисный корт, площадки с уличными, спортивными тренажерами и современная безопасная детская игровая площадка. Активно идут работы в квартале Евразия. Дом Москва сдадут до конца года, и в нем тоже есть несколько свободных квартир. Минск-Уорлд строится комплексно. Не только дома, но и самая современная в стране инфраструктура. 7 школ, 12 детских садов, поликлиники, медцентр, паркинги, которые удовлетворят растущее количество машин и жителей. Если мы зашли в квартал, мы ставим задачу для себя завершить все жилые дома. Как правило, этот срок создает около 3 лет. В комплексе уже введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью более 380 тысяч квадратных метров. Темпы строительства у застройщика возрастают. Законодательство Республики Беларусь предусматривает ввод жилых домов как в зимний период, так и в летний период. Да, некоторые виды работы переносятся на благоприятный период, но это никак не тормозит застройщика с вводом в воду. Мы берем эти обязательства перед нашими покупателями. Минск-Уорлд – это крупнейшая инвестиция в беларускую экономику. В своей производственной деятельности застройщик использует не больше 2% от общего объема материалов импортного производства. Как правило, это большая часть оборудования. Все остальное беларусского производителя. Наша задача – развивать экономику Республики Беларусь. Мы поддерживаем собственного производителя. Мы работаем и с проектными институтами по новым материалам. Мы работаем и с беларусскими крупнейшими заводами. В этом году работы начались и в пятом квартале комплекса, в котором будут построены Международный финансовый центр и самый большой в стране Мегамол. Каким будет финансовый центр, напомним, его строят в сотрудничестве с дубайскими архитекторами и бизнесом. Уникальные работы, потому что высота будет объекта Международного финансового центра, центральной башней будет 42,5. Мы используем опыт наших проектного бюро из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы привлекли сюда экспертов, которые строили аналогичные башни в Дубае. Используем опыт Российской Федерации по строительству фасадов. Стать жителем комплекса «Минск Уорлд» – реальность. Помощь – уникальный финансовый инструмент. У застройщика новая рождественская акция – длительная рассрочка на срок, внимание, 100 месяцев. Улучшенные условия будут действовать только до 11 января. И времени на раскачку нет, а для медиков, айтишников, преподавателей, молодоженов еще и скидки. Можно и в кредит, кому как удобнее, на срок до 20 лет, с низкой процентной ставкой. И, внимание, цена квадратного метра в комплексе «Минск Уорлд» – от 2300 рублей за квадратный метр. До Нового года и Рождества осталось совсем немного. Но сейчас есть шанс успеть изменить свою жизнь к лучшему. Стоит поспешить. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok